Всем привет! Сегодня я хочу поделиться своим мнением о некоторых средствах марки Сибирское здоровье. Совершенно случайно наткнулась в соседнем городе на магазинчик вот именно Сибирского здоровья и увидев, что продукция производится у нас в России, что она не содержит СЛС, парабенов, талатов, всем известных вредностей и также не тестируется на животных. Я, естественно, не устояла и решила попробовать. Но, наверное, начну с того, что я взяла самый первый раз и с чего у меня началось знакомство и продолжилось. Первые две вещи я взяла. Это гель для индивной гигиены и зубная паста. Что касается геля, это бутылочка в 250 мл с такой крышечкой и в середине дозатора, можно сказать. Средство выдает нужное количество, удобное. Сам гель прозрачной консистенции, не имеющий запаха, что для меня лично очень это важно. Очень нежный, очень деликатный. Он совершенно не раздражает, не сушит кожу. Очень понравился. Хватило надолго. И после вот именно этого средства я решила еще что-то попробовать. Следующее, что я взяла, это зубная паста. Вот в такой она коробочке. Вот так выглядит сама паста. У меня это облепиха, сибирская облепиха, а вообще в линейке есть еще мятная и паста с шиповником. Я решила взять облепиховую. Еще раз покажу тюбик. У меня это уже не первая паста, пустой тюбик. Но надо сказать, что я уже трижды повторяла данную покупку. В ней 75 мл. Сама паста желтого цвета. Надеюсь, наверное, если удастся что-то мне выдавить. Не знаю. Нет, наверное, не видно ничего. Тут уже все-все до конца использовали всю пасту. Она желтая, она обыкновенной такой консистенции. Пенится она не очень хорошо. Кстати, вот этот гель, он тоже плохо пенится ввиду отсутствия СЛС. Паста имеет такой приятный облепиховый вкус и запах. Нет привычного нам мятного вкуса. Вот именно этим эта паста понравилась очень моей дочке. Она потому что совершенно не любит мятный вкус. Паста имеет такую интересную особенность, когда вы чистите зубы. Но, во всяком случае, у меня такое было ощущение. Как будто у меня немножечко не имеет рот. То есть такая анестезия своего рода происходит. И за счет этой анестезии ощущается свежесть и вот нехватка вот этой привычной нам мятности. Сначала мне было немножко непривычно это ощущение. Но потом я привыкла и даже стало очень это нравиться. Сама паста прекрасно очищает зубки. Она их отлично как-то даже немножечко полирует что ли. Но немного. Очень нежно, очень деликантно. У меня зубы десночувствительные. Вот она прекрасно подошла. Она не ухудшила ситуацию в ротовой полости. Она, наоборот, ее улучшила. Очень понравилась. Как я сказала, уже три раза брала и брала все время облепиховую, пока другую еще пасту не попробовала. И после удачного знакомства вот с этими двумя средствами, я, естественно, там через какое-то время пошла и приобрела еще кое-что. Все остальное, что я покупала, надо сказать, я уже покупала по скидке. У них проводятся ежемесячные какие-то акции, где можно купить средства с хорошей скидкой. Ну, я, естественно, этим решила воспользоваться. Купила я вот такую регенерирующую маску. Вот такой тюбик и примерно вот такая коробочка. Ну, это у меня коробка от другой маски, но она выглядит совершенно так же. Регенерирующая маска с кедровым маслом. Она заявлена, что должна питать, восстанавливать кожу. 75 мл. Ну, такой обыкновенный тюбик. Маска светло-какого-то зелено-серого цвета. Имеет приятный кедровый хвойный такой запах. На лицо ее нужно наносить на влажную кожу на 10-15 минут. Ну, и потом, как обычно, смыть водой. Маска хорошо кожу как-то вот освежает. Ну, это, в принципе, многие маски делают. Сильного питания я не увидела. Но легкое питание какое-то есть. Приятный эффект использования маски вообще ощущается. Но что-то сверхъестественного я не увидела. Ну, да, использовала. Да, вроде бы она на такой переходный период между зимой и летом. В принципе, неплохо подошла. Но никаких восторженных отзывов я про нее сказать не могу. И, наверное, не повторю свою покупочку. Следующая маска. Это уже тонизирующая маска с ягодами. Вот уже от нее у меня данная коробочка. Оставила специально, чтобы показать, как она выглядит. Если вы вдруг увидите где-то в магазине в каком-нибудь. Тоже 75 мл. Также наносится на чистую влажную кожу на 15-20 уже минут данная маска наносится. У нее очень интересная консистенция в виде какого-то ягодного желе. Такая, ну, приятная своего рода и необычная. Вот эта мне маска уже очень понравилась. Она стягивает поры, она увлажняет лицо. Она его делает каким-то свеженьким, более ровным. Отлично тонизирует кожу. Классная маска, она мне очень понравилась. Вот сейчас на весну, на лето подошла просто идеально. Я с удовольствием ей пользуюсь. Она у меня еще, кстати, не закончилась. И вплотную я прошлась вообще что-то в этот раз по маскам. Сейчас покажу, какие маски я еще приобрела. Это еще не все, как я сказала. Следующая у меня маска Сибирский женьшень. Это три в одном очищение, скраб и маска. Честно сказать, вот данное средство, как очищение, я его совершенно не поняла. Это какая-то густая, такая глиняная, можно сказать, консистенция с маленькими вкраплениями. Сейчас, если будет что-то видно. Ну, вот она на вид просто такая вот, как белая, ну, как я и сказала, белая какая-то светлая глина. И там маленькие точечки, которые выполняют роль скраба. Я ее наносила на лицо. Ну, в принципе, ее так и нужно сделать. Нужно несколько минут потереть, поскрабировать лицо. И потом уже оставить на 3-5 минуточек для эффекта маски. В принципе, неплохая маска. Ну, как вот в основном глиняной маске. Как умывание она, естественно, совершенно не подходит. Но как глиняная маска какая-то такая. Она освежает кожу. Она ее делает ровной, увлажненной. Она сужает поры. И она очень такая нежная становится. Какая-то гладенькая. В принципе, опять же, на летнее время она мне понравилась. И она довольно-таки экономная. Вот пользуюсь. Но у меня тут еще очень-очень много осталось. Неплохая маска. Можно ее вполне взять, попробовать. И последнюю маску, которую я взяла, тоже подготовилась напрямую к лету. Маска для уменьшения пор, для уменьшения, для вытягивания из пора. Всяких загрязнений, для более чистого лица. В принципе, взяла и чтобы я могла сама пользоваться, и чтобы дочка моя тоже могла пользоваться. Так как сейчас у нее подростковый такой период. И это средство тоже не повредит. Нанести ее нужно на очищенную кожу лица на 10-15 минут. Здесь, кстати, уже 50 мл. она гораздо меньше. Данная серия идет с тархуном. Она зелененького цвета. Не видно. Светло-зеленого такого цвета. С запахом тархуна. Ну, такой легкий он запах, приятный. Что мне понравилось? Очень в этой маске она действительно очищает прекрасно поры. Она немного стягивает кожу. То есть, если у вас сухая кожа, если зима или даже ранее весна, мне кажется, совершенно она не подойдет, если только действительно для подростков. В принципе, она заявлена как подростковая маска, у которых как раз такие проблемы. Но мне самой она очень понравилась. Для проблемной кожи, для очищения пор отличный вариант. Из этой же серии я взяла еще гель для умывания. Тоже взяла себе. Дочка с удовольствием пользуется. Потому что она немного подсушивает кожу. Да даже не немного, а в принципе подсушивает кожу. Поэтому этим гелем я пользуюсь в определенные моменты, когда нужно немножечко действительно подсушить кожу. Возможно, летом буду пользоваться гораздо чаще. Но вот сейчас пользуюсь не постоянно. Но дочка моя очень полюбила вот этот гель. Он прозрачной консистенции, полупрозрачной. Если будет что видно. Вот такая гелевая, прозрачная консистенция зеленого цвета. Имеет довольно сильный запах тархуна. Но мне запах тархуна нравится, поэтому для меня дискомфорт никакого не вызывает. Пенится не очень хорошо, так же как и предыдущие средства. Так как отсутствует СЛС. Хорошо очищает лицо. Но если проблемная кожа, если у вас прыщи, если постоянные какие-то высыпания, то можно попробовать вот это средство. Хотя в принципе было заявлено, что оно не сушит кожу, кстати, когда я покупала. Но на деле не так. Она подсушивает, как я уже сказала. И как ни странно, объем 150 мл, но почему-то расходуется быстро. Не знаю, с чем это связано. Может потому, что плохо пенится. Но вот у нас она почему-то быстро расходуется. Вот это все, что я попробовала из сибирского здоровья. Наверное, буду продолжать знакомство. Потому, что какие-то средства мне понравились, какие-то не очень. Пасту однозначно буду брать. Попробую какие-то другие. Потому, что дочка у меня, можно сказать, сейчас пользуется вообще только ими. Я в принципе могу какие-то другие пасты тоже пробовать. Меня мята не пугает. Но вот ей это очень-очень понравилось. Если вы что-нибудь пробовали из данной продукции, интересно было бы послушать мнение. Может быть, какие-то советы дадите, что понравилось еще. Из-за того, что я не пробовала, на что стоит обратить внимание. На этом я свое видео заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Всем пока и до новых встреч.